Прошедший год показал, что решение о возрождении спортивных рот полностью себя оправдало. Вот только один пример. Пять прошлогодних призывников из портроты, дислоцированной в подмосковной Балашихе, стали призерами Олимпийских игр в Сочи. И вот новые призы. Вольно! Командиру спортивных ротных приведения войскописадей, приступите! Командиры подразделений, привезти личный состав в новом пополнении к войной присяге. Есть! Давай на ум! Ко мне! Есть! Ко мне! Ко мне! Товарищ старший прапорщик, и давай на ум, по вашему приказу, прибыль. Война присягу принять. Есть! Я, Наумов Сергей Сергеевич, торжественно пристегаю на верность своему отечеству, Российской Федерации. Клянусь, свято соблюдать конституцию Российской Федерации. Строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь, достойно исполнять воинский долг. Мужественно защищать свободу, независимость. Резвенциальный строй России, народ и отечество. Служу Российской Федерации. Резвенциальный строй России, народ и отечество. Поздравляю с принятием военной присяги. Служу Российской Федерации. Есть! Поздравляю вас с принятием воинской присяги. Ура! 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 Клятва, которую вы дали сегодня, я думаю, она останется навечно в ваших сердцах, в сердцах ваших близких. И та молодежь, которая будет смотреть на вас, на представителей самой сильной, самой крепкой роты, это, наверное, символично. Поздравляю вас. Почти все из вас защищали честь нашей Родины на спортивных мероприятиях, спортивных состязаниях. А сейчас, после приведения к присяге, вы уже будете способны и готовы защитить ее, конечно, дай бог, чтобы это не случилось, с оружием в руках. Поэтому еще раз, когда вас поздравить, помнить, что вы присягнули на верность своей Родине перед лицом своих товарищей, не подводить ни своих товарищей, ни командиров, ни своих тренеров, ни своих близких родственников. Еще раз, праздник просто. Среди призывников – талантливые спортсмены, действующие чемпионы. Велосипедист Николай Журкин, пловец Евгений Елисеев, фигурист Максим Ковтун. У нас все военнослужащие – члены сборной России или кандидат. Поэтому это говорит о том, что они все спортсмены мирового уровня, даже несмотря на некоторый юный возраст. Военнослужащие спортсмены терпеливые, спорт их уже закалил. Тренера, которые в них вкладывают очень много, их уже воспитали в определенном роде. Нам остается их под себя, под особенности армейские, чуть подкорректировать. Но, скажем так, легче работать с военнослужащими, спортсменами. Так у них уже задатки есть, по сравнению с другими военнослужащими. Много лет они самодисциплиной занимаются, спорт их дисциплинирует, тренера. Поэтому задатки уже есть, нам остается только их развивать дальше.